Окно в сад Надежда Николаевна прорубила сама. Рассказывает, всегда мечтала иметь свой уголок земли и ухаживать за ним. Дачу пенсионерки нет, поэтому начала благоустраивать двор. В результате своими руками и с помощью соседей соорудила полисадник. Петунии, герань, бархотка, ирис. Посадили цветы, обустроили зону отдыха. И теперь это любимое место всех жителей. Петунии много мы посадили, бархотку. Было бы желание, если бы каждый хоть немного занялся, вот кусочек какой-нибудь облагородил, это будет рай на земле, если будем каждый по нему вкладывать свой труд. За красотой вокруг следят и предприниматели. Около входов в офис устанавливают вазоны, сажают цветы. Всего в Ленинском районе в программе «Цветущий город» уже приняли участие почти 200 руководителей частных организаций. Сотрудники рынка подбирали семена, рассаду, цвет, выращивали, высаживали рассаду, ухаживали. Сейчас поливаем, следим за тем, чтобы наша красота не пропадала, а поддерживаем ее. И в этом принимаем свое активное участие в городской программе. Программа «Цветущий город» стартовала в этом году по инициативе главы Самары Олега Фурсова. К благоустройству близлежащих территорий привлекают школы, магазины, офисы, промышленные предприятия, социальные учреждения. О своих дворах заботятся и жители. В Ленинском районе Самары с мая привели в порядок 11,5 тысяч квадратных метров газона, установили более 500 вазонов и кашпо, высадили более 30 тысяч цветов. Приятно, что с утра, когда едешь на работу, когда мониторишь территорию, видно, что предприниматели, что жители. Не то, что посадили цветы, посчитав, что они выполнили свои обязанности, они поливают. Глядя на примеры других положительных, другие подхватывают, как эстафетная палочка, все это продолжается. Этим летом Самара станет ярче, цветов высадят на четверть больше, чем обычно, чтобы весь город заиграл сочными красками. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События.